доброго дня с вами за кадром Ольга Игоря давно я не делала обзоров пряжи но когда начала вязать очередной свой заказ тапочки то вспомнила что у меня есть такая интересная фактурная пряжа и решила о ней рассказать и вам это пряжа маленько бренд color city покупала я его его довольно таки давно ну вот лежал у меня моточек ждал своего часа это пряжа 75 процентов вискозы остальное полиэстер на ощупь она очень очень приятная мягкая шелковистая такая может быть благодаря вискозе и очень интересная фактура ниточки у нее есть небольшой пушок и вот такие вот вкрапления как нэпсы в валянии их применяют для того чтобы разнообразить фактуру и получается вот такая вот фактурная пряжа очень такая изысканная вот так вот она выглядит полотне метраж у этой пряжи в 100 граммах 160 метров она довольно таки толстенькая и рекомендации по спицы могли крючку рекомендуют производители номер четыре или пять в тапочках поскольку нужно более плотное вязание я использовала крючок номер три вот такое полотно получается она одинаковая с двух сторон рядов практически не видно этим мне нравятся фантазийные пряжи которые с пушком с какими-то буклешками что можно вязать в технике фриформ и не будет видно направление в котором вы вязали будет такое ровное полотно поскольку пряжа толстенькая и пушистая она хорошо держит тепло то есть если будете полностью вязать из нее изделие может быть даже при комнатных температурах в таком изделии будет жарко так что имейте это в виду у меня был связан свитерок из подобной пряжи и носить я его могла только в сильные холода то есть для плюсовой температуры было в нем жарковато и чтобы убрать этот эффект можно попробовать сочетать эту пряжу с какой-то хлопковой или льняной пряжей вот в этих своих тапочках я сочетаю четыре вида пряжи вот это вот бежевая это шерсть полиамидом носочная пряжа беленькая это чистая вискоза толстенькая розовая это лен с хлопком и вот такая вот синтетическая фактурная пряжа фантазийная мне кажется интересное сочетание это еще заготовка это еще не готовые тапочки готовые тоже покажу на видео что у меня в конце получилось а пряжа малинка вяжется очень просто потому что у нее нету сильной опушки поэтому она подходит даже для новичков для вязания пишите в комментариях вязали ли вы из такой пряжи и что у вас получилось какие впечатления от этой пряжи мне она в принципе понравилось это пряжа подходит для создания фактур вязание фриформ то что я очень люблю ну надеюсь вам мой обзор тоже будет полезен вы познакомились с новой для себя пряжей пока что она есть продажи я дам парочку ссылок и те я ее нашла цена порядка 200 300 рублей за моток есть еще на озоне но там по моему больше 500 рублей за моток такой пряжи мне кажется она столько не стоит все таки это синтетика не чистая шерсть так что когда покупаете мониторьте цены они теперь везде разные буду рада вашим отзывам комментариям и лайкам с вами была ольга ингрия до новых встреч всего доброго а